2020 год очень непростой. Это год потрясений. Год, когда необходимостью стала социальная дистанция, а нормы – удаленная работа. Поэтому в этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам. Ребрендинг Сбербанка, безусловно, стал одним из самых главных событий в масштабах всей страны. Работа над большим проектом шла несколько лет. На его внедрение тоже нужно время. Постепенно офисы банка изменятся до неузнаваемости. Вместо привычных кассовых окон с бронированными стеклами появятся уютные столики с подзарядкой для телефонов, интерактивные телевизионные панели, гостеприимные мини-кофейни. Максимум внимания новым технологиям и удобства. Предъявлять бумажные документы, пластиковые карты и сжать на кнопки банкомата не придется. Помогут программы распознавания лиц и голосовой помощник. Умная система узнает вас по улыбке и выполнит, что скажете. От снятия наличных до стаканчика ароматного кофе. Банкоматы будут меняться по мере выбытия этих банкоматов. Это на самом деле обычный процесс. И когда банкомат меняется, теперь он будет меняться на новый. То есть задача вот взять и в один день, и в один год поменять все вообще банкоматы. Такой задачи нет. Большая экосистема компании Сбербанка получила общее лаконичное название Сбер. Теперь это звучное имя носит целая вселенная сервисов в самых разных сферах. Забота о здоровье, доставка блюд и продуктов, отправка и получение посылок. Транспортные услуги и покупка, продажа авто. Цели видео и музыкальные сервисы. Сверхинновационные гаджеты. И первыми оценить уникальные новинки смогли звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино. Всех без исключения впечатлили виртуальные ассистенты-помощники. Их трое, и у каждого свой характер. Они узнают вас по голосу и лицу. От детей порадует школьная цифровая платформа. Она в интересной форме предложит задания на повторение и закрепление изученного в классе с учителем материала. Субтитры создавал DimaTorzok